Какое у нас замечательное утро сегодня. Мы приехали пить кофе на побережье, на берег моря. Что может быть прекрасней? Ночь в горах, утро на побережье. Утром на побережье, как правило, есть дымка. Сегодня очень тепло, плюс 10 градусов. Сейчас пойдем в какую-нибудь кофейню, тут их много, и позавтракаем. По всему периметру ляжа стоят вот такие кофельки. Можно посидеть и полюбоваться на море. Здесь очень-очень много кофеин, ресторанов. Ну что делаете? Турочки. Я тебя не снимаю, можешь не махать. У Софии латте из зеленого чая, у меня просто кофе латте. А у Ангелины сок из... Нет, это просто сок из клубники. Клубничный сок. Вот такое вот утро. Все, не терпится уже? Ну налетайте. Приехали на рыбный рынок. А здесь вот такой какой-то музей. Ну вход бесплатный. И как бы по пути, поэтому решили зайти. Тут всякие морские породы, кристаллы. Раковины какие огромные, смотрите. Обалдеть. Игры? Все из местного моря. О, да здесь, блин, как всегда. Огромное помещение. Скелеты. Лягушек, каких-то цыплят. Мам, я кумнюарю. А? Кумнюар. Чинь-чинь-чинь. Яйца динозавра. Как это кумнюарь. И это тоже яйца динозавра. Кумбар. Очень много рыб. Очень огромные раковины. Можно колыбельку для Ангелины сделать из такой ракушки. Приятный бесплатный бонус. Павлин настоящий стоит. Вот это раковина. Вот из жемчуга девушка сделана. Из настоящего жемчуга. Красиво. Корабли, кораблики. Ой, какие рыбьи ощущения. Огромные. Как-то так. Пусть вас не шокируют виды, на самом деле основной рынок, вот этот Чунь-мунь-чинь. Это крытое, новое, чистое и очень большое помещение, в котором находится огромное количество маленьких ресторанчиков. Если вы турист, то вам именно туда. Мы же, как местные, если путешествуем по своей стране, то мы ищем именно экзотику. В ресторане как бы можно и рядом с домом поесть, в своем городе. На море же корейцы приезжают, чтобы насладиться вот этой рыбацкой атмосферой. Эти неказистые навесы, вот то, что вы видите, стоят прямо на пирсе непосредственно. Местные рыбаки торгуют прямо из лодок, только что выловленной рыбой. В помещении, в принципе, тоже рыба та же самая выловлена из моря только что, но атмосфера уже не та. Здесь на пирсе пахнет морем, тиной, причалом, дует морской ветер. Рыбаки разделывают рыбу чуть ли не на коленке у себя. За всем этим и едут горожане за сотни километров. В общем, корейцы так избалованы комфортом, что так же, как вы помните, я рассказывала про палатки уличной еды, где они переплачивают за то, чтобы поесть вот в таких каких-то диких условиях. Так и здесь, на море, они не пойдут в какой-то приличный ресторан, а они пойдут и поедят вот в таких вот рыбацких, так сказать, экзотических условиях. Акула здесь есть. Нас обрызгали. Продолжение следует... Продолжение следует...